Привет, сейчас мы будем делать пакетрейсер 8.3.1.2. Здесь у нас настройка огромной сети, здесь нам нужно будет резервировать адреса и много-много всего. Здесь у нас сразу сказано, какие сервера будут принадлежать к импортам и вот что зарезервировать надо. Давайте с этого и начнем. Заходим в R1. Enable. Conf.t и начинаем резервировать. IP DHCP excluded address и вводим начальный адрес. Так, вот, 10.0. Точнее, мы резервируем, это у нас сеть, а адреса начинается с одного, то есть у нас будет один. Копируем, вставляем, 10.1 и следующий адрес это у нас такой же, только 10.10. Или сколько там нам нужно зарезервировать? Да, 10 адресов сказано. А вот, первые 10 адресов. 10.10. Резервируем. И так 4 раза. Первый раз. Второй раз у нас здесь будет не 10, а 20. И здесь 20. Так же с 30. 30. Ну и 40. 4 пула у нас. Все, зарезервировали. Теперь нам нужно создать 4 этих пула, то есть именно с названиями. Давайте начнем. Тут же пишем DHCP, точнее IP, 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 IP DHCP, DHCP pool. И называем pool, у нас здесь есть название, где они? Вот, имена есть. VLAN 10. Вставляем. И начинаем его настраивать. Назначаем сеть первую. Вот она. Только теперь уже с нулем. Network. Вставляем. И в конце 0. Назначаем этому. Так, секунду. А, IP, MAC адрес еще нужен. То есть мы назначаем этому pool определенную сеть. MAC адрес 255. Точнее, маска по сети 255. 224. Это у нас слэш 27. Секунду. Мне может это не нравится. Сейчас посмотрю. 224. Ой, я 252 тут, видите, опечатка. Секунду. 255. Все. Все должно быть правильно. И также, опять же, точнее не так же, сейчас нам нужно еще дефолт роутер. Дефолт роутер. Дефолт роутер 172. 31. 10. 1. То есть первое устройство этой сети, которую мы зарезервировали. А, и DNS сервер еще. DNS сервер. И его IP у всех будет одинаковый. 209. 165. 201. 14. Он у нас есть в таблице. Вот, DNS сервер. Мы настроили первый пул. Также настраиваем и остальные. IP DHCP пул. Копируем название VLAN20. Сейчас. Копируем. Вставляем. И настраиваем его. Команды такие же, только меняются сети. Здесь у нас не 10.0, а у нас здесь 20. 0. И у нас здесь другая маска под сети. Здесь у нас 240. 240. Ну и роутер у нас тоже другой. Дефолт роутер здесь не 10.1, а 21. А вот DNS сервер такой же остается. Настраиваем следующее. IP DHCP пул. Название VLAN30. Первое вставляю. Также настраиваю сеть. Вот она у нас здесь уже 30. И маска меняется на 128. Это мы видим сэш 27, 28, 25, 26. Это у нас превращается в маски под сети. Дальше. Дефолт роутер 30. И DNS сервер такой же. Остался один последний. IP DHCP пул. И название пула VLAN40. Копируем, вставляем. Настраиваем его точно так же. 40.0. Маска под сети меняется. Слэш 26, 192. Дефолт роутер у нас 41. И DNS сервер такой же. Все. Мы настроили все 4 пула. Теперь давайте настраивать интерфейсы. Интерфейс G0.0. Здесь у нас ничего настраивать не нужно. Только Notion Down пока что пишем. Ну, точнее, мы включаем интерфейс. И сейчас мы будем этому интерфейсу настраивать на этот интерфейс все 4 пула. Поэтому пишем интерфейс G0.0 и точка 10. Все. У нас настройка этого интерфейса. Здесь мы видим вводим encapsulation encapsulation dot 1 большая кью 10. Вот. И вводим IP адрес. 172 31 10 1 и маска под сети. Можно его скопировать отсюда. где он был. С ним 10 0 маска под сети. Вот она. Копируем. Вставляем маску под сети. Настроили этот интерфейс. Теперь настраиваем следующий. Опять точно так же. Здесь у нас 20 0 он сразу включается. Здесь у нас 20 20 и здесь у нас 21 и здесь не 224, а 240. Также настраиваем следующий. Интерфейс 30 сразу включается. вот здесь вот 30 и IP адрес у нас 31 и здесь не 240, а 128. Настраиваем последний. Интерфейс так 40 включается. В этом задании все довольно просто. Просто очень-очень много команд. IP адрес 41 маска под сети у нас здесь 192. Осталось настроить G01 интерфейс G01 Здесь мы ему IP адрес сразу зададим по DHCP IP адрес DHCP и Notion Down Все. Мы закончили работу с R1 Теперь нам нужно настроить свечи R1 настроили видим 61 балл из 100 Давайте нажмем Check Results Assessment Items и смотрим здесь у нас на на R1 настроено почти все правильно здесь только в последнем у нас неправильный IP адрес и маска под сети Наверное они будут правильные когда мы настроим все остальные устройства так как мы назначили их по DHCP так что давайте назначим все настроим все остальное а потом настроим опять их по DHCP начнем открываем Switch 2 вот он у нас к нему подключено больше всего устройств командная строка enable CONF TEM интерфейс range F 0.1 до 4 и настраиваем сразу все интерфейсы switchport mod trunk настроили все интерфейсы VLAN 10 настраиваем теперь пулы наши VLAN 10 name sales дальше VLAN 20 name production давайте их лучше копировать то где-то они здесь должны задаваться ладно будем вводить вот production то важно их правильно писать production VLAN 30 name marketing VLAN 40 name HR все это мы настроили теперь давайте настраивать оставшиеся интерфейсы интерфейс range выйдем из настройки этой интерфейс range F 0.5 тире 24 то есть все оставшиеся интерфейсы это мы настроили 4 интерфейса назначили им нужные пулы и нужное название теперь настраиваем все оставшиеся с whichport mod assess интерфейс F 0.5 с whichport assess VLAN 10 то есть мы теперь настраиваем определенное количество портов портов именно наши определенные пулы вот также делаем интерфейс F 0.12 V switchport assess VLAN 20 и название все мы назначили следующий интерфейс F 0.15 уже switchport assess VLAN 30 и также с последним только уже 40 здесь у нас 20 по 5 добавляется каждый раз VLAN 40 все настроили все эти интерфейсы давайте посмотрим что нам осталось сделать у нас выполнено 80 из 100 давайте посмотрим assessment items мы не настроили компьютеры это мы настроим а все остальное как видите у нас теперь галочки как я и говорил gigabit internet 0.1 сам настроится правильный IP адрес после того как мы настроим все оставшиеся устройства настраиваем теперь компьютеры pk1 desktop IP конфигурация dhcp все их настроить будет очень просто потому что нажать только dhcp pk1 ip конфигурация dhcp сейчас он получит все получил и так все оставшиеся компьютеры ip конфигурация dhcp все получили и еще один ip конфигурация dhcp ждем получаем и мы видим что у нас 100 баллов и 100 значит мы все абсолютно сделали правильно опять же check results видим здесь что все правильно если что-то не так то исправляйте на этом все пока 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 Продолжение следует...